Сахалинцы в Мурманской области приняли участие в спасении краснокнижного кита. В Баренцевом море он запутался в рыболовных сетях недалеко от села Тереберка. Операция по освобождению была сложной. Она стала успешной благодаря слаженной работе людей и организаций. С нашего острова в этот район отправилась команда группы помощи морским животным «Друзья океана». Впервые из запутавшегося кита в Баренцевом море туристы заметили 5 июня. Назвали его Станиславом. Из-за сетей заложник ситуации не мог полностью открыть пасть. Была организована спасательная операция. В поисках кита активисты прошли 120 километров прибрежной территории Кольского полуострова. В следующий раз его увидели уже 11 числа. Станислав набирал вес и оковы все глубже впивались в его тело. Она обмотала его вокруг и она плотно прилегается к телу. От веревки больше ничего не висит. Нет никаких буев или дополнительных веревок, что усложняет спасательную операцию. У нас нет таких послаблений. Наша веревка плотно прилегает к голове кита. И нам надо зацепиться только за одну эту веревку специальным ножом. И сделать это надо с животным, который передвигается по большой акватории. Сахалинцы из группы «Друзья океана» по приглашению организаторов операции в Мурманскую область прибыли 10 июня. У наших активистов уникальный опыт в спасении морских животных. Первая попытка по освобождению Станислава сорвалась из-за густого тумана. Трудности доставлял и сам кит. Каждый день спасатели проводили до 14 часов в Баренцевом море, пытаясь приблизиться к животному. Просто так подойти его, попросить остановиться и сказать, подожди, мы сейчас тебя распутаем, не получится. То есть нужно оказаться на какую-то секунду в том самом нужном месте, где оно всплывет. Для этого нужно было чудо, потому что в океане... Кит был под водой, прикрытый другим китом. Второй кит просто крыл его. Получился просто момент, когда он вышел из-под него. Я понимаю, что там где-то порядка метра под водой, и можешь попытаться. И успел ткнуть туда, как говорится, шест с крючком, и в следующую секунду просто крючок давлением воды прижало, набегающей водой прижало к телу кита. И в следующую секунду просто хватило длины, чтобы запануть, зацепить эту натянутую веревку. Снять сеть с кита удалось с четвертой попытки. Помогло специальное приспособление. Спасатели накинули на веревку крюк с ножом. Вот, да, левый, левый. Он правый. Есть! Есть! Держите! Аккуратно! Снял! Да ладно! Есть! Срезал я его! Имея опыт и по китам обучения, да, вот в этой теме, мы многие методики приспособили. То есть те методики, которые нам международное сообщество показывало для работы с тюленями, мы дополнили китовыми методиками. И поэтому я могу сказать, что тот опыт, который у нас сейчас есть, он, конечно, замечательный, и он пригодится многим морским регионам России. За семь лет команда группы помощи «Друзья океана» распутала более 370 тюленей. Кита-активисты освобождали впервые. Алексей Трелицкий, Валерия Елисеева, Александр Тютюнников, Дмитрий Прокошкин, Солнце-ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!